Друзья, всем привет! Спасибо, что пришли. Меня зовут Стас. Сегодня я хочу поговорить с вами немного о криптовалюте. Тема эта довольно популярная в последнее время, уже не первый раз, но до сих пор для многих эта тема считается непонятной, кажется какой-то экзотической и очень сложной. С одной стороны, действительно, в этой теме дофига информации. Все не рассказать за полчаса – это просто нереально. Но, с другой стороны, не все так уж и страшно. Поэтому, чтобы начать понимать эту тему хотя бы в крупную клетку, сегодня мы с вами поставим сами себе задачу, связанную с этой темой, распилим ее на куски и пройдемся по каждому из этапов и посмотрим, как это можно решить при помощи Go. Задача у нас с вами, ребята, на сегодня следующая. Представим, что у нас есть два пользователя, которые хотят отправить друг другу пару монет. Вот. У каждого из этих пользователей должен быть как минимум один адрес и кошелек. Нюанс в том, что эти переводы необходимо совершить в распределенной децентрализованной сети. И так как сеть децентрализованная, в ней нет какого-то центра или гаранта, который бы обеспечивал гарантии валидности этих переводов. Значит, пользователи должны доверять сети. А сеть должна каким-то образом эти гарантии обеспечить. Более того, в нашей сети должна быть возможность посмотреть статус отправленных переводов в так называемом блок-эксплорере. Блок-эксплорер – это полноценный участник сети, который в дополнение ко всему предоставляет веб-интерфейс, где можно посмотреть разные детали по отправленным транзакциям. Также в нашей сети будет как минимум один майнер, который будет обеспечивать прохождение транзакций по нашей сети. И решая данную конкретную задачу, мы с вами поймем, из каких компонентов криптовалюта в целом может состоять, как эти компоненты между собой взаимодействуют. Ну и мы разберемся в том, как Go ложится на этот кейс в целом. И давайте начнем. Одной из самых важных частей криптовалюты любой является криптография. А именно криптосистема с открытым ключом. И здесь важно понимать один базовый принцип. Алгоритм некий генерирует пару ключей. Эта пара между собой неразрывно связана. Это приватный ключ и открытый ключ. При помощи приватного ключа можно подписать какие-то данные, отправить их по сети. А при помощи открытого ключа из этой пары можно наверняка удостовериться, а действительно ли эти данные были подписаны обладателем приватного ключа из этой пары. Я более чем уверен, что этот принцип вам всем хорошо знаком. Этот принцип постоянно используется в криптовалютах повсеместно. Поэтому его просто нужно понимать. Что касается практической реализации на Go. В принципе в стандартной библиотеке Go все необходимые алгоритмы, практически все необходимые алгоритмы реализованы. С этим нет никаких проблем. Но помимо функций генерации ключей, подписей, верификации нужны еще функции сериализации, десерилизации, упаковки ключей. Все это можно написать руками. Ну а мы с вами воспользуемся готовым пакетом из проекта BTCD. На слайде представлен пример генерации ключей, а именно генерации приватного ключа, подписи некоторых данных при помощи этого приватного ключа, а также проверки этой подписи при помощи уже публичного ключа из этой пары. Все довольно просто и понятно. Следующая часть нашей истории — это адреса. Наверняка вы все пользовались электронными платежными системами и представляете, зачем нужны адреса в этих системах. Нюанс у нас в том, что сеть децентрализованная и нет центра, который бы генерировал и назначал пользователям адреса. Поэтому обзавестись адресом в системе — это задача каждого пользователя. Он должен сделать это самостоятельно. Поэтому адресом в нашей системе будет некоторая функция от публичного ключа. А тип таких платежей обычно называется pay-to-public-key-hash. Давайте разберемся подробнее, как можно получить из публичного ключа адрес. Для начала берется публичный ключ, хэшируется при помощи SHA-256. Полученный хэш хэшируется еще раз для того, чтобы его укоротить. От всего этого считается чек-сумма и склеивается в один slice-byte и добавляется некоторая версия. Полученный slice-byte кодируется при помощи base-58. И на выходе мы получаем тот самый искомый адрес, с которым пользователи уже могут обмениваться между собой в нашей сети. Base-58 — это то же самое, что Base-64, просто оттуда убрали некоторые служебные символы и символы, которые похожи при печатании друг на друга. Например, единичка и L в нижнем регистре. Они довольно похожи. Опять-таки, что касается практической реализации. В стандартной библиотеке Go есть все, кроме алгоритма хэширования RIP-MD-160. Но он есть в субрепозитории X-Crypto. Это не проблема его найти. А также нету реализации Base-58. На GitHub полно нормальных реализаций. В принципе, нет никаких проблем собрать это все и реализовать руками. Ну, а мы с вами возьмем еще один замечательный готовый пакет из этого проекта. На слайде представлен пример генерации ключей из публичного ключа. Первая часть генерации вам уже знакома. Мы генерируем приватный ключ, получаем из него публичный ключ, хэшируем его. Это тот самый шаг, который был с double-хэшем SHA-256 и RIP-MD. После этого мы вызываем некоторую функцию, которая делает остальную оставшуюся магию. И на выходе мы получаем тот самый адрес, с которым пользователи уже могут обмениваться между друг другом и отправлять по этим адресам некоторые монетки. К этому моменту у нас уже с вами есть ключи и адреса. В принципе, понятно, зачем нужны публичные ключи. Из них мы генерируем адреса. Надо теперь разобраться, как используются приватные ключи и сами адреса. Более того, в нашей сети должна быть возможность декларировать всем участникам сети о своем намерении переводить какое-то количество монет кому-то. Для этого нам нужны транзакции. Транзакции — это довольно простая структура данных, представленная на слайде. Но простая она в нашем конкретном прототипе. На самом деле в настоящих рептовалютах там все посложнее. Транзакция состоит из набора входов и набора выходов. Входы — это источники монет, это то, откуда эти монеты берутся. А выходы — это то, куда эти монеты уходят. Обратите внимание, что вход, желтая рамка, содержит конкретные поля Transaction ID и OutIndex. Каждый вход указывает на конкретный выход в конкретной транзакции. Тем самым мы показываем, какую конкретную непотраченную монету мы хотим потратить. Сейчас все станет понятней. Давайте представим, что у нас есть две транзакции. Транзакция слева с ID-шником 2 и транзакция слева с ID-шником 3. Так что слева транзакция содержит один вход и два выхода, а транзакция справа содержит один вход и один выход. Обратите внимание, что первый вход транзакции 3 ссылается на первый выход транзакции 2. Тем самым первый выход транзакции 2 считается потраченным. Более того, тот пользователь, который создает транзакцию 3, обязан подтвердить право владения этим выходом. Поэтому он подписывает этот вход и прикладывает публичный ключ для того, чтобы все участники сети могли действительно удостовериться, что он — это он. Непотраченные выходы, как вы видите на нашем слайде, имеют специальную аббревиатуру. Они называются UTXO или Unspent Transaction Output. И сейчас мы продолжим рассматривать еще один пример. Нам нужно рассмотреть еще одно свойство. Продолжим работать с этими транзакциями. Смотрите, у нас есть непотраченные выходы в сумме, которые дают 50 монет. Они предназначаются одному и тому же пользователю. Представим, что у нас есть потребность потратить 45 монет. Для этого мы создаем еще одну транзакцию. Для того, чтобы потратить 45 монет, нам нужно подтвердить право владения суммой равной 45 или большей. Ну а так как у нас 50 монет, мы создаем транзакцию, в которой все входы тратят все непотраченные выходы в нашем конкретном сценарии. То есть мы уже собрали на входе 50 монет. Теперь мы можем их распределить, как нам нужно. Соответственно, первый выход содержит 45 монет. А сдача в количестве 5 монет возвращается обратно пользователю отдельным выходом. Это свойство называется неделимость. То есть тратить выход нужно обязательно целиком. Его нельзя тратить частично. И еще один момент, который стоит рассмотреть. Наверняка некоторые из вас уже подумали, почему наш пример начался со второй транзакции. Куда делась первая транзакция и куда ссылаются ее входы. Для этой транзакции есть специальное название. Эта транзакция называется Coinbase транзакция. И ее входы никуда не указывают. Но в этой транзакции есть как минимум один выход с каким-то значением. И благодаря такой транзакции, именно такой транзакции майнеры получают вознаграждение за найденный блок. Все это станет понятно чуть-чуть попозже. Еще один нюанс – это идентификатор транзакции. Я говорил, что это один, два, три, какое-то числовое значение. На самом деле нет. Это хэш, а именно double-хэш от данных в транзакции. То есть если что-то меняется в транзакции, меняется и хэш. Ну это, я думаю, всем очевидно. Что касается практической реализации этого механизма. Достаточно сложно найти что-то готовое под очень простые требования, которые мы сами себе поставили. Поэтому это можно запрограммировать руками. Это не очень сложно. И вы сможете посмотреть эту реализацию по ссылке, которая будет в конце презентации. Но в общих словах нам нужны методы создания транзакции, создания Coinbase транзакции, подписи и верификации. А сами структуры выглядят вот так вот очень, в принципе, просто. Следующая часть истории, прежде чем мы к ней перейдем, надо сказать, что сейчас на данный момент у нас уже с вами есть транзакции. У нас есть с вами ключи, адреса и транзакции. Наши пользователи уже могут создавать транзакции, говорить, что я хочу перевести такое-то количество монет такому-то пользователю и отправлять транзакции в сеть. Соответственно, все участники сети, получив эту транзакцию, видят, что кто-то хочет перевести там какое-то количество монеток, но эта транзакция считается неподтвержденной до тех пор, пока она не будет включена в блок. Соответственно, что такое блоки? Блоки – это тоже не очень сложные структуры данных, опять-таки в нашем простом прототипчике. Во-первых, блоки содержат в себе транзакции, о которых я только что говорил. То есть каждый новый блок включает в себя какое-то количество транзакций. Каждая первая транзакция каждого блока – это Coinbase транзакция. В этой транзакции содержится вознаграждение майнеру за найденный хэш. Хэш должен поддаваться определенным правилам, об этом мы еще поговорим. Хэш, в свою очередь, это double-хэш от заголовка блока. Майнер его высчитывает, считает, перебирает и ищет нужный. В свою очередь, заголовок блока – это еще несколько полей, еще некоторая простая довольно-таки структура данных, которая содержит в себе, во-первых, ссылку на предыдущий блок, во-вторых, так называемый корень дерева Меркла. Это бинарное хэш-дерево, которое содержит в себе транзакции хэши всех включенных в блок транзакций, а корнем этого дерева является некоторый отпечаток всех включенных хэшей. Следующее поле – timestamp. И два последних поля, которые сейчас непонятны, вы просто их запомните – это target и nonce. О них мы поговорим чуть-чуть попозже. В принципе, запрограммировать эту логику тоже не составляет никакого труда, и здесь нечего показывать. Давайте лучше поговорим о такой задаче, как double-хэш. Такая задача возникает довольно часто. Первое, с чем можно столкнуться в стандартной библиотеке – это функция helper sum 256 в пакете крипто. У нее есть один нюанс. Она аргументом принимает slice byte, а на выходе возвращает массив. С одной стороны, это не очень удобно, потому что красивый односрочник собрать не получится. С другой стороны, это офигенно, потому что результат выполнения данной функции можно использовать в качестве ключа в мапке. А эта задача возникает тоже довольно часто, когда необходимо построить некоторый пул из неподтвержденных транзакций. И в этом пуле транзакции должны быть уникальными. Вообще, все хэш-функции в Go реализует интерфейс хэш. Для неподготовленного человека он может показаться громоздким, неудобным, может быть даже сложным. Но на самом деле он достаточно прикольный. Он позволяет писать имплементацию эффективно с точки зрения аллокации. Давайте посмотрим два примера. Первый пример – это вычисление double хэша при помощи последовательного вызова двух функций, которые были до этого. А второй пример – это вызов функций метода, вызов методов интерфейса. В принципе, они делают эти две функции то же самое. Время работы у них практически одинаковое. Но, как вы видите, второй вариант работает. Он позволяет реиспользовать уже преалоцированную память. И в некоторых кейсах это довольно критично. По ссылке есть… на слайде по ссылке есть пример, как можно ускорить данную логику еще на 40%. Но единственный нюанс – это без гарантии обратной совместимости. В принципе, вернемся к обсуждению нашего концепта. Я думаю, на данный момент вам уже понятно, что блоки выстраиваются в цепочку, где каждый новый блок ссылается на предыдущий. Это, в принципе, и называется блокчейном. Но есть нюанс, что есть два понятия – блокчейн-технология и блокчейн как структура данных. Это именно структура данных, связанный список. Единственный нюанс, который здесь нужно знать, что каждый первый блок в блокчейне, в любом, называется genesis-блок. Он предрасчитывается заранее и хардкодится в код ноды для того, чтобы ноды при старте имели как минимум один блок, от которого они могли бы синхронизировать свой локальный чейн. И вот тут начинается все самое интересное. Оп, анимация пропала. Смысла в блокчейне немного, пока он хранится у одного пользователя. Поэтому блоки разлетаются по сети и каждый участник сети нашей хранит, в принципе, всю копию блокчейна. Ну, с некоторыми оговорками про облегченные клиенты. Мы уже знаем, что хэш блока – это некоторая функция от данных блока. Если какие-то данные в блоке меняются, меняется и хэш. Следовательно, если какой-то участник сети хочет переписать блокчейн, он должен пересчитать все следующие блоки в этой цепочке, а также он должен убедить всех остальных участников сети в том, что его блокчейн валиден, а их блокчейн не валиден. Поэтому очень важно, чтобы все участники сети работали по одинаковому набору правил. И они либо принимали новый блок, либо не принимали новый блок, и это было бы все одинаково. Это называется правило консенсуса. В нашем прототипе эти правила будут представлены базовой валидацией. С ними вы тоже сможете ознакомиться в реализации. Ну, а вообще именно эти правила гарантируют, что сеть будет иметь консистентное состояние в определенное время. И вот тут мы подошли к такому интересному уже моменту. Представьте, что у нас уже есть сеть, есть там у нас участники, которые отправляют транзакции, есть участники, которые включают транзакции в блоки, получают за это вознаграждение. Все такие там красавчики. И получается, что ценность такой валюты нулевая. Поэтому нам нужно решить еще одну проблему, а именно равномерная эмиссия. Мы уже знаем, что эмиссия происходит с выпуском каждого нового блока. Поэтому нам нужно ограничить время появления блока в нашей сети. Ну, задать его в какие-то рамки. В 2 минуты, в 10 минут, неважно. Для этого нам нужна некоторая вычислительная задача, для решения которой необходимо потратить какое-то приличное количество ресурсов. А проверить выполнение этой задачи каждый участник сети мог бы очень просто и дешево. Все вы знаете это под словом майнинг. Еще это называется доказательство работы. Давайте посмотрим, что же делает майнер на пальцах. Я уже говорил, что транзакции, отправленные в сеть, но не включенные в блоки, хранятся в так называемых mempool. Ну, это я не говорил, но они хранятся в mempool. Майнер берет некоторые транзакции из этого mempool, включает их в блок. Блок этот называется блок-кандидат. И заполняет заголовок. Он заполняет ссылку на предыдущий блок, считает корень дерева меркла, выставляет timestamp. И вот тут кроется самая главная суть майнинга. Майнер должен найти хэш от этого заголовка такой, который будет удовлетворять определенным правилам. А именно, он должен быть меньше либо равен целевой сложности. Целевая сложность – это некоторый параметр, который рассчитывается сетью. И этот параметр позволяет выдерживать время появления нового блока в заданных рамках. Давайте посмотрим, например, обратите внимание на желтый прямоугольник в левом нижнем углу. Допустим, майнер заполнил заголовок блока какими-то данными и выставляет поле нонс в ноль, про которое я вас просил запомнить пару слайдов назад. Считает хэш, точнее, double-хэш от этого заголовка. Полученный хэш он сравнивает с целевой сложностью. Видно, что полученный хэш больше, он нам не подходит. И этот нонс в хедере в заголовке инкрементируется. Операция повторяется. В нашем примере опять нас хэш не устраивает. И эта операция повторяется до тех пор, пока хэш, который будет удовлетворять нашим требованиям, не будет найден. В нашем случае это какой-то нонс там за 20 миллионов. Хэш, который мы получили, меньше, чем целевая сложность. Поэтому майнер собирает блок, выставляет ему хэш найденный и отправляет его по сети. Все участники сети, получив этот блок, могут легко проверить, что действительно эта работа была проделана, всего лишь взяв double-хэш от заголовка. Поэтому это и называется доказательство работы. Мы уже поговорили про то, как можно считать хэши. Давайте поговорим про то, как можно хэши сравнивать. В год для этого есть прикольный пакет, называется mass big. В нем содержится некоторая арифметика над большими числами. А хэш, по сути, это некоторый slice byte, который можно представить в виде большого числа. На слайде представлен пример сравнения двух хэшей. Обратите внимание на такой момент. Вообще в интернете можно встретить такой способ описания сравнения хэшей для этой задачи. Говорят, сравнивайте количество ведущих нулей. Но это не очень правильно, потому что на нашем слайде два хэша с одинаковым количеством ведущих нулей, но они сильно отличаются. Поэтому тот способ с количеством ведущих нулей не очень трушный. Последняя задача из поставленной нами в самом начале. Мы уже многое обсудили. Это блок-эксплорер. Я уже говорил, что это некоторый веб-сайт, который предоставляет данные, которые, как вы уже, наверное, понимаете, хранятся в блокчейне. Все вы знаете, что на Go вообще несложно запрограммировать веб-сервер. И в нашей задаче нам вообще не нужен никакой фреймворк. Нам хватает стандартного шаблонизатора. У нас всего три хендлера. Это главная страничка, страничка просмотра транзакции, как подтвержденной, так и неподтвержденной. И страничка просмотра данных по блоку. Давайте подведем некоторые summary всему, что было сказано. Во-первых, вся логика, которую я тут рассказал, ее необходимо упаковать в некоторый аппликейшн. У этого аппликейшн также должен быть доступ к блокчейн-стораджу. Там, где будут храняться блоки, транзакции и все вот это. Также у ноды должен быть доступ к ключам для того, чтобы подписывать транзакции, которые он отправляет в сеть. Нам нужен некоторый command-line клиент, который будет отправлять команды этой ноде, чтобы мы могли проверить сумму непотраченных выходов или создать транзакцию. Они будут общаться по некоторому RPC. Ну, а так как у нас сеть из участников, то нам нужен и способ общения между нодами. И задача в такой постановке, я уверен, что для многих не кажется такой уж и сложной. Каждый в силу своего опыта и знаний представляет, как ее можно решить. Вообще, что касается GOI и программирования самой логики, то, ну скажем так, в этом нет ничего особенного. Ну, это можно запрограммировать на любом языке программирования. Но что касается программирования конкурентных сетевых приложений, то GOI для этого подходит, если и не идеально, то очень-очень хорошо. Более того, существует огромное количество уже готовых отлаженных библиотек, которыми можно решать разные аспекты данной задачи. Ну и личный поинт от меня. Я скомпилил код ноды под винду и под арм, чисто ради интереса. И мне даже не пришлось там выйти на луну или танцевать с бубном. Оно просто заработало. Я считаю это просто офигенно. Ну, ребята, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот, правильно. Давайте вернемся к нашей первоначальной задаче. Представим, что у нас есть два пользователя. Одного пользователя зовут Алиса, другого пользователя зовут Боб. И они хотят отправить друг другу пару монет. Также в нашей сети будет некоторый майнер, который будет считать хэши и включать транзакции в блоке. А также у нас будет настоящий блок-эксплорер, который доступен по этому адресу. Вы можете зайти со своих ноутбуков и телефонов по этому адресу и смотреть все те транзакции, которые я сейчас буду отправлять между Алисой и Бобом. Топология сети у нас следующая. Алиса знает про майнера. Майнер знает про ноду блок-эксплорера. Ну, а блок-эксплорер знает про ноду Боба. Это говорит о том, что Алиса и нод непосредственно между собой никаким коннекшеном не связаны. А, и еще нюанс. Знали ли вы, что если слово gophercoin добавить одну букву, то получится gophercoin. Так вот, давайте посмотрим, как это все работает. Тут у меня уже подготовлено некоторые команды запуска. Наш майнер вот здесь вот он уже крутится, но блоки пока не мутятся, потому что нам нужно сделать так, чтобы мы успевали посмотреть на неподтвержденную транзакцию. И если блок будет, если майнер будет постоянно считать блок, то мы просто будем долго ждать. Следующее это у нас нода Алисы и нода Боба. Давайте что сделаем для начала? Проверим баланс Алисы. Что здесь у нас на экране видно? У Алисы есть пять пар ключей. Каждый ключ, как вы помните, это некоторый адрес. Так вот это пять адресов, и на одном из них сумма непотраченных выходов равна тысячи нашим gophercoin. Давайте проверим баланс Боба. Он живет на ноде по порту 20000. У него тоже самое, опять пар ключей, но у него нету никаких gophercoin. И теперь мы создадим транзакцию и отправим ее ноде Алисы. Смотрите, отправим 25, допустим, gophercoin. Что здесь произошло? Мы получили некоторый ID транзакции. Во-первых, мы послали команду ноде Алисы. Алиса создала транзакцию сырую и вернула ID-шник этой транзакции. Алиса отправила саму эту транзакцию в 7 пирам, о которых она знала. Ну, те отправили в свою очередь, провалидировали ее и отправили в 7 пирам, о которых они знали. Ну и так, короче, транзакция разлетелась по сети. Если вы смотрите в блок-эксплорер, давайте я вам покажу, как это выглядит, если у вас нету. Это вот наш блок-эксплорер, который доступен по адресу gcoin.website. У нас здесь есть genesis-блок, самый первый блок, который предрасчитан и захардкожен в код ноды. А также у нас есть новый блок, который мы только что отправили. К сожалению, не удалось посмотреть. Сейчас мы сделаем так, чтобы удалось. Здесь у нас есть две транзакции. Первая транзакция это, скорее всего, та транзакция, которая… Нет, это coinbase транзакция. Видите, здесь вознаграждение кому-то за найденный блок. Здесь мы видим, что эта транзакция подтверждена и включена в конкретный блок. То есть мы возвращаемся на страницу найденного блока. А вторая транзакция – это та самая транзакция, которую мы отправили с ноды Алиса. Вот давайте теперь проверим баланс. Баланс Боба, потому что именно ему мы отправляли эти 25 монет. Мы видим, что по тому адресу, по которому мы отправили 25 монет, эти 25 монет присутствуют. Также проверим баланс Алисы и посмотрим, что ее баланс уменьшился на 25 монет. Теперь у нас есть еще время? Время еще есть? Нету совсем времени. Ну, кому интересно, я могу показать, как работает обратный перевод, потому что… Ладно, я сейчас… секундочку. Давайте повторим эту операцию для того, чтобы посмотреть, как выглядят неподтвержденные транзакции. Обратите внимание, что есть транзакция, которую я только что отправил. Она считается неподтвержденной, уже подтверждена. Эх, сложность слишком низкая в нашей сети, поэтому майнер молотит очень быстро. В общем, она считается неподтвержденной до тех пор, пока она не попадает в блок. В общем, ребята, этому прототипу, конечно, до продакшена еще очень-очень далеко. Еще многие вопросы остались за кадром, и все это нужно еще решать и решать. Если вы вдруг решили написать свою криптовалюту на Go, у вас есть ровно три пути. Во-первых, вы можете написать все с нуля и постичь этот дзен, но это самый долгий и сложный путь. Вы, конечно же, можете взять и использовать один из готовых блокчейн-фреймворков, ссылки на которые вы можете найти еще здесь на последних слайдиках моей презентации. А третий путь – вы можете вфоркнуть уже готовый криптовалютный проект, поменять в нем логотипчик, поменять название, пару настроечек, и вот вы счастливый обладатель криптовалюты на Go. Собственно, на этом у меня все. Ссылка на исходный код – вот это. Ссылка на презентацию, зашита в этом QR-коде. Я надеюсь, что сегодня вам стало немного понятней, что скрывается за словом криптовалюта в целом. Ну и самое главное – то, как Go на это ложится. У меня все. Огромное вам спасибо за внимание. Спасибо большое за доклад. Тема достаточно популярная. У меня есть несколько вопросов. Я постараюсь их очень коротко и быстро задать. Первый – это как новые участники узнают о тех, кто может раздавать информацию о блоках? То есть первичное выкачивание информации всего пула вот этого блоков для того, чтобы они могли производить транзакции. И также, как они узнают о других участниках, кому они могут передавать информацию. И сразу в догонку вопрос, каким образом, вы сказали, сеть сама решает, какой будет уровень сложности для анонса. И, соответственно, как она это делает, не совсем это было озвучено. И добавление транзакции в блок, не транзакции, а добавление нового блока. Есть у нас несколько майнеров, чей блок добавится и будет считаться правильным. Здесь, я так понимаю, может быть как раз атака произойти, что кто первый от того этапки. Или есть разные вариации, есть у кого длиннее блок, у кого-то еще что-то. Какие здесь есть? Да, классное выражение. Так, первый вопрос. Я уже забыл, касался. Как узнают друг от друга, точнее о базовом пуле, откуда вы качете информацию о блоках? Смотрите, блоки хранятся у всех участников сети. Ну, как бы если про настоящий говорить, про настоящую криптовалюту, то есть разделение на роли облегченные ноды и полные ноды. Так вот, полные ноды как бы всегда живут и постоянно там у них весь блокчейн есть. При подключении вашей ноды к сети происходит так называемый peer-to-peer discovering. Наверняка вы о нем слышали. Если говорить про биткоин, у них там есть несколько техник. Одна из них называется DNS seeding. Есть custom DNS сервер, который обслуживает несколько доменных имен, которые зашиты в код ноды. То есть каждая нода при старте знает несколько там доменных имен. Она их резолвит и на выходе получает список живых нод, которым она уже подключается и начинает синкаться. Это первый вопрос. Второй вопрос касался сложности. Точно. Вот смотрите, формула расчета сложности, она зашита в код ноды. То есть эта сложность не разлетается по сети, она зашита в код ноды и ровно через какое-то количество блоков в биткоине, по-моему, 2016, если я не ошибаюсь, эта сложность пересчитывается. И сравнивается, время появления вот этих вот двух тысяч блоков сравнивается с заранее заданным временем. Если эти 2016 блоков появлялись в среднем чаще, чем в 10 минут, значит сложность нужно увеличивать. Ну, соответственно, и вся сеть, одинаково получая 2016 блок очередной, эту сложность меняет. И последний блок, последний вопрос касаемо про дабл, да. Если два майнера нашли одновременно, например, разный, ну то есть блок следующий, но у них хэши немножечко разные, да. Эта ситуация называется fork блокчейна, она вполне вероятна. И одна часть сети начинает работать над одной частью блокчейна, другая часть сети начинает работать над другой частью блокчейна. И выигрывать та часть, та сторона, которая раньше продолжается. То есть, смотрите, у вас одна половина сети начинает искать следующий блок от одного, от левой, например, да, стороны, другая часть с правой стороны. Правая часть сети, условно говоря, нашла блок раньше. Соответственно, все участники сети получают этот блок, даже те, которые работают над левой. И те, которые работают с левой, такие, ну все, как бы, та часть уже выиграла, нам нет смысла продолжать, мы начинаем работать над той веткой. Собственно, вот так и сходится сеть. То есть сходится с транзакциями, которые оказались в этом блоке. Вот. Эти транзакции возвращаются обратно в mempool, но они возвращаются через валидацию, потому что они могли быть уже включены в другой ветке, и они могли быть уже потрачены, ну то есть они валидируются заново и возвращаются в неподтвержденные. Привет, спасибо за выступление. Такой вопрос. Вот когда наша сеть разрастется, да, что мне как пользователю гарантирует включение моей транзакции в блок? Ближайший желательный или вообще в целом? Спасибо. Что вам как пользователю гарантирует включение вашей транзакции в блок? Ну, в настоящей криптовалюте, опять-таки, если мы говорим про биткоин, комиссия, заложенная на как бы обеспечение транзакции, влияет на то, включат вашу транзакцию в блок или не включат. Если мы говорим про ситуацию, когда у вас слишком низкая комиссия и ваша транзакция висит там какое-то количество, я читал про то, что транзакция, которая попала в mempool, висит там непродолжительное количество времени. Есть какой-то период времени, через который она оттуда вывалится, если эту транзакцию никто не подберет. То есть гарантия, по сути, есть, но она не всегда есть, скажем так. То есть это не точно. Спасибо за доклад. Вопрос, наверное, несколько за его пределами. Вы рассказывали про криптовалюты, но, как я понимаю, криптовалюта – это всего лишь подмножество очень малых задач, которые можно решать на блокчейне. Сейчас эту технологию очень активно распространяют на другие сферы. Верно ли я понимаю, что в случае какого-нибудь распределенного реестра будет использоваться не Proof-of-Work, а что-нибудь иное? Proof-of-Stake может использоваться, да. И как в таком случае выглядит майнинг, если в двух словах? Ну, насколько я знаю, в Proof-of-Stake нет такого понятия майнинг. Там другое используется. На самом деле Proof-of-Stake не самая моя сильная сторона, потому что я еще в теорию не лез с Proof-of-Stake сильно. И здесь есть несколько ребят, с которыми я уже за Proof-of-Stake сегодня общался. Мы можем с вами в кулуарах обсудить этот момент. Но суть в том, что там нет перебора хэшей. Там есть некоторый пул участников с определенным уровнем доверия, которые так или иначе там какие-то операции делают. Ну, вот это в двух словах. Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос по поводу планируете ли вы сами выпускать свой собственный блокчейн? Это первый вопрос. И второй вопрос. Планируется ли доработка в плане смарт-контрактов? Потому что без них, собственно говоря, интерес будет нулевой. Я считаю, что запилить свой велосипед полезно для того, чтобы пришло понимание. Но пилить то, что уже есть, я не вижу в этом смысла. Я думаю, что лучше воспользоваться какой-то готовой уже платформой. Я думаю, вы там, например, про эфириум какой-нибудь имеете в виду. Но я бы не стал пилить, потому что это человека десятилетия, условно говоря, разработки такой системы. Ну, я не планирую этим заниматься с нуля. Я лучше воспользуюсь готовой какой-нибудь платформой. Вопросы? А как можно коинов получить? Ну, я могу отсыпать тебе, в принципе. У меня есть там тысячи-тысячи гофер коинов. Кому надо, подходите. Генеральный спонсор конференции. Так и все сделаем. Короткий вопрос. А что вы думаете о Cardano и вообще в какую сторону посмотреть в этой области? Что наиболее интересное в технологическом плане? Про Cardano ничего не думаю, потому что я не знаю про это Cardano. Вот. А вообще лично мой план разобраться в деталях сначала с эфириумом, потом с IOT, ну, IOTA. И потом еще с NEM разобраться, потому что во всех этих проектах есть какие-то свои особенности, которые заслуживают детального погружения. Вопросы? Видимо, вопросов больше нет. Всем спасибо за внимание, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова